Привет, дорогие друзья! С вами снова Дуб Мама Аня и мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Подпишись и поставь лайк этому видео. Да. Буквально вчера в нашем инстаграме на своей странице ВКонтакте я спросила вас, что бы вы хотели видеть в первую очередь на нашем канале. А так как мы с Софи и Эйвеном всегда прислушиваемся к вашему мнению, мы решили сделать сегодня для вас DIY. А еще информация вам на будущее. Как только ролик выходит на канале, первый час я отвечаю на вопросы. И я, конечно же, постараюсь ответить на все ваши комментарии. Так что следите за выпусками. Ну что ж, поехали! Сегодня мы с Эйвеном и Софишей вместе с вами сделаем несколько вариантов домиков и лежанок для собак и кошек своими руками. Для первой лежанки нам понадобится либо обрезанная половина какой-то коробки, либо уже готовый картонный ящичек, как у меня. Для начала мы его покрасим. О, мама, а это что за штука такая белая? Софи, это краска. А, ты тоже хочешь покрасить. Не знаю, мам. Скорее всего, этот ящик я буду красить в несколько слоев. Если ваша собака не отучена грызть вещи, то лучше, конечно, не делать ей подобных лежанок, а посмотреть наше видео о том, как отучить щенка грызть. В принципе, эти методы можно применить и к собаке. Но в любом случае мы снимем еще одно видео с советами, как отучить вашу собаку грызть вещи. Все зависит от коробки. Если она просто картонная без рисунка, то можно, наверное, покрасить ее и на один или два слоя. И теперь подождем, пока она сохнет, и сделаем кое-что другое. Теперь, пока наша коробочка сохнет, мы возьмем старый ящик из-под тумбочки или стола. Наверняка у всех есть какая-нибудь старая мебель, старый шкаф, где есть какой-нибудь ненужный ящичек. Конечно же, вы можете фантазировать и брать любые другие краски. Я люблю белый цвет, и у меня есть белая краска. Ну а вы подбирайте под свой интерьер, включайте свою фантазию. Мы аккуратненько покрасим вот эту вот переднюю часть. Здесь я буду красить гораздо аккуратнее, потому что я не хочу закрашивать вот эти деревянные части, а если хотите, вы можете закрасить. Теперь мы дождемся, пока это высохнет, и приступим к еще одной вещи. Основой этого способа мы уже показывали вам в видео про новогодний домик для собаки или кошки. Но в любом случае, если кто-то не смотрел, мы сейчас это повторим. И сделаем этот домик без всяких лишних украшений, просто для жизни. Для этого вам понадобится любая коробка, в которую влезет ваша собака. Конечно, если собака очень большая, то, скорее всего, этот способ не сработает. Кстати, другие способы с ящиками сработают. Для большой и крупной собаки просто нужно найти подходящий размер картонной коробки. Например, большая плоская коробка из-под телевизора. Мам, ну давай уже начинать делать наш любимый домик. Давай, сейчас сделаем. Старый же, ты отдала кошкам на улице. Сейчас сделаем сейчас, мам, давай, 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 давай. Здесь нам даже не придется ничего красить. Берем коробку и любую кофту, которая у вас есть. Кофта должна быть с длинным рукавом и вот с таким вот горлом, без капюшона. Вот эти вот лишние части можно загнуть внутрь. Теперь мы берем кофту и натягиваем на эту коробку. Поэтому желательно, чтобы кофта была стрейч, то есть немножко тянулась. Так как у меня здесь сверху есть рисунок, я расположу кофту так, чтобы рисунок оказался на крыше. Эй, Вась, что? Да, я хочу котика на крыше. Не мешайте, Мару, делать домик. Кофту нужно натянуть так, чтобы вот это горлышко наше было ближе к дну домика, потому что это будет вход. Теперь нужно хорошенько распределить по коробке нашу кофту и затянуть сзади. Но для этого нам нужно вот эту часть кофты. Ее можно красиво, аккуратненько вот здесь сзади сложить, а рукава хорошенько натянуть и завязать сзади плотным узлом. Вот так вот можно ее приклеить, можно чуть поаккуратнее. У нас получается вот такая вот крыша с котиком, hello. Вот здесь у нас получается вход в домик. Есть уже подушечка, сейчас я ее положу внутрь. И теперь ваша собачка и кошечка точно захочет зайти в такой вот милый, прикольный, теплый, уютный, непродуваемый домик. Все, я пошла в свой домик. Ну, скорее это домик для одного, поэтому и Вась. Ну ничего, у Эйвана сейчас будет другая своя лежаночка. И лежаночка будет и домик, потому что я его займу, и Софи сюда больше не пущу. Нет, Софи, у тебя будет другая лежанка, иди давай отсюда. Можно я хотя бы половинку и попы посижу? Ну ладно, посиди. Мы закончим нашу красивую деревянную лежаночку для Эйвана. И я сейчас черным цветом напишу имя Эйвана на этом ящичке. Почему черным вы скоро увидите. Получается такой довольно хендмейд стайл. Но так как я люблю хендмейд стайл, мне это нравится. Вы можете написать даже через трафарет, чтобы это выглядело более дизайнерско. Итак, я решила взять белое полотенце и засунуть это полотенце в свою старую футболку. А теперь эту подушку мы положим вот сюда в наш ящичек. И у нас получится вот такая вот прикольная деревянная неубиваемая лежаночка для собаки и кошки. Ты выбрала домик, тогда это будет моя лежанка. Ты опять заняла место Эйвана. Это у Эйвана лежаночка. А этой лежанки хватит и Эйвана, и Софина двоих. На ней мое имя, значит это тоже будет моя лежанка. Но ты можешь попробовать на ней полежать, Софина. Очень удобная и большая. Да, классная вообще. Прям как кровать для двуногих. Только с бортиками. У меня села моя основная камера, я надеюсь сейчас она зарядится. А мы пока с вами продолжим с нашим третьим лежаком. Я сейчас черной гуашью не сделаю надпись имени, а кое-что нарисую. Сейчас вы все поймете. Нарисую я небольшой прямоугольник в хендмейт стиле. Вот такой вот закругленный у нас получается прямоугольничек. На этом прямоугольничке мы сделаем надпись тоже в таком небрежном духе. И теперь из старого пледа мы сделаем подушечку в нашу новую лежанку. Можно взять и обычную подушку или сделать ее своими руками, но я взяла именно плед, чтобы получился вот такой вот мягкий диванчик для собачки. Эйвен больше любит домики, чтобы в них прятаться, а Софиша, как вы поняли, больше любит открытые лежанки. А сегодня на моем канале Animagic вышел тоже DIY. Я пробовала сделать радужный напиток из Skittles. Так что вы можете пойти и посмотреть, а заодно подписаться, потому что на том моем канале будет тоже выходить много разных прикольных DIY. В комментариях к моему посту, где я спрашивала, что вы хотите, чтобы мы еще снимали, вы просили лайфхаки и другие видео. Конечно же мы будем их снимать, в том числе разные игрушки для собак своими руками и, конечно же, лайфхаки. Но я хочу сказать вам вот такую вещь. Вы очень часто просите ролики, которые уже сняты на канале. Вы спрашиваете, как отучить собаку грызть или как приучить чистить зубы. Так вот у нас уже есть эти ролики на канале. Достаточно лишь пойти в наши плейлисты и найти подходящую вам тему. Например, в плейлистах о щенках, здоровье или воспитании есть очень много полезных для вас роликов. Поэтому прежде чем попросить что-то снять, сначала посмотрите. Может быть на канале уже есть такое видео. Делайте что-нибудь для своих питомцев своими руками, любите их и будет вам счастье. Ох, Эйвен, сколько мы сегодня сделали всего, да? Я пойду в свой лофт, диванчик полежу. А я пойду в свой домик с котиком. А еще я посижу немножко на твоей кроватке, вот здесь, на бриллиантике. Софи. Ну что, Эйвен, это моя кровать. Ну, Эйвен, ты что, жадный что ли для сестры? Иди лежи в свой лофт, диван, ты же мне не разрешишь. Разрешу, если ты мне разрешишь. Нет, Софи, у тебя свое, у меня жадина. Эйвен, ты что, жадина? Софи, да дай-ка я выйду, мне поняла, нужно. Красочная попа и жадина, сама такая. Ивась, а где ты краской испачкался? Кого мама сейчас мыть пойдет? Да, пойдем мыться. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо-хо. А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще. О-хо-хо-хо-хо.